Семья 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 У кого-то это совместные праздники, тематические обиды по выходным, поездки на отдых всей семьей, выпечка с семейного пирога, исполнение песен и многое-многое дорогое. Ежегодно у нас проходит районное мероприятие «Наша семейная национальная традиция», где мы приглашаем к участию все талантливые семьи, представляющие любую традицию своей семьи посредством проведения мастер-класса. Когда мы создаем семейную атмосферу, и каждая сама делится своим мастерством со зрителями на практике, в этом году наше данное мероприятие мы проводим на территории муниципального образования «Российский сельсовет» в вашем поселке Подгорный. Спасибо вам! В нем времена семьи укрепляют в национальной связи. Людям дана такая роскошь, как человеческое общение. Этой роскошью мы обладаем в своих семьях и учим в этом своих детей. Самым ярким элементом семейного воспитания являются именно семейные традиции. Своими традициями с нами сегодня поделятся творческие семьи из деревни Куляенка и Петропавловка, которых мы с вами и поприветствуем. Итак, семья Марис Янсен и сыновья. Ничего, нормально. Это у нас семья Шевстадыковых. Мама Анна, сын Дмитрий, дочь Анеля, сын Сава и дочь Просковья. Семейные традиционные музыкальные концерты. Они нам сегодня это покажут, и мы выберем, кто же пойдет этому учиться. Марис Янсенс. Со своими сыновьями они занимаются очень таким большим-большим делом. Вся семья занимается изготовлением музыкальных инструментов, и когда все собираются вместе на семейные торжества, они играют на них. Сынковая семья Федоровых. Сегодня у нас папа Владимир, сыновья Антон и Елисей. На все семейные торжества обязательно готовятся, как может быть, концерт и номер. И, конечно же, всегда все наши праздники традиционно сопровождаются песней. И семья Белко, Иван и Ольга сегодня нам это продемонстрируют. Поприветствуем наши семьи. Сейчас мы попросим наши семьи, можно пока спуститься в зал. Под бурные аплодисменты. И слово для приветствия гостей предоставляется главе муниципального образования Рожжевский сельсовет Галина Владимировна. Добрый день всем. Я очень рада приветствовать всех гостей, всех участников, организаторов этого данного мероприятия. Я очень рада, что такие мероприятия районного уровня все чаще и чаще проходят у нас на территории, в нашем муниципальном образовании. Семейные традиции – это очень замечательно. Это сплочение, это дружба, это любовь. Я всем участникам, всем семьям желаю творчества, удачи, взаимопонимания, любви в ваших семьях. Я думаю, у всех все будет замечательно. Что еще сказать? Я очень рада, рада приветствовать всех. И удачи всем, счастья. Еще, пользуясь случаем, минуточку, я хотела бы вручить благодарственную грамоту секретаря регионального отделения «Додатка» Галкиной Елене Анатольевне. Пожалуйста, за большой личный вклад в организацию и проведение избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Красноярского края, за активную поддержку команды партии «Единая Россия». Ну и мы приглашаем на сцену для приветствия как бы кураторов этого данного праздника ежегодного Анну Георгиевну Данинину, руководителя управления культурой администрации района. Анна Георгиевна, вам и слово. Добрый день. Я всех очень рада видеть в этом зале. В данном мероприятии наша национальная семейная традиция проводится в рамках краевой государственной программы укрепления единства Российской нации и однокультурное развитие народов Красноярского края и такой же программы под программой нашего Курагинского района. Наш район многонационален. Здесь проживает порядка 120 национальностей. Показать многообразие и красоту наших культур, сделать мир этот более добрее и терпимее. Наверное, вот цель этих мероприятий. И я очень рада, что сегодня это мероприятие приехало к вам. И вы можете тоже вместе с нами насладиться творчеством наших многонациональных семей. Я желаю всем хорошего настроения, мира, добра, согласия. Всего самого-самого наилучшего и побольше улыбок, что нам сейчас особенно очень не хватает. Тепла всем. Когда на душе плохая погода, И тучи в глазах стоят, И день и ночь, Одна лишь любовь На помощь приходит, Одна лишь любовь Может нам помочь. Но только в любовь надо верить. Однажды пройдет Затмение сердца, И солнечный свет Опять Микнет в глазах И сможет за все, Что будет хотеться, И сбудется все, Что бывало в снах. Но только в любовь надо верить. Если солнце зашло за окном, Значит, любовь берется в дом. Если в небе дошла луна, Будет от любви нам не до сна. Если солнце зашло за окном, Значит, и любовь берется в дом. Если в небе дошла луна, Будет от любви нам не до сна. По танцам на свечах Затем ли в другую, Чтоб новый огонь Загрел тебя ночи. И ангел опять Тебя поцелует И сбросит с небес От любви ключи. Но только в любовь надо верить. Если солнце зашло за окном, Значит, и любовь берется в дом. Если в небе дошла луна, Будет от любви нам не до сна. Если солнце зашло за окном, Значит, и любовь берется в дом. Если в небе дошла луна, Будет от любви нам не до сна. Если солнце зашло за окном, Значит, и любовь вернётся в дом. Если в небе пришла луна, Будет от любви нам не до сна. Если солнце зашло за окном, Значит, и любовь вернётся в дом. Если в небе пришла луна, Будет от любви нам не до сна. Дорогие наши друзья, прежде чем мы продолжим сегодняшнее наше мероприятие и перейдём к работе наших площадок по мастер-классам, хочется сделать очень небольшое отступление от тем. Дело в том, что сегодня здесь у нас, у двух семей из участников, которые приехали очень издалека, есть знаменательные даты в этом году. Это у нас семья Шерстовитовых, у Анны и Дмитрия 15-летие совместной жизни. Огромное! Так сегодня получилось, что у нас совпало соревнование, и супруг должен был быть здесь. Но ему пришлось уехать на соревнования, поэтому они в таком поддержке семьи, но там такая поддержка серьёзная. У них хрустальная свадьба, она олицетворяет крупкость и красоту отношений между супругами. Хрустальное стекло, оно чистое, красивое и прозрачное. Подобно отношению супругов к этому времени. Сквозь трёхлышко видны все самые мелкие детали, а это значит, что между мужем и живой уже нет никаких тайм и секретов, и брак очень красив, словно хрустальная дуга. По традиции, у пары в этот день должна появиться какая-то новая стеклянная или хрустальная посуда в дом. Это символизирует новую семейную жизнь из ссор, конфликтов, диагности. Считалось, что мелодичный звон стеклянной посуды отгоняет местные детей, печали, неурядицы и привлекает супружескую жизнь ещё больше любви и счастья. В 15-летие Союза есть интересное наблюдение, что хрусталь очень крут, его легко разбить, но при этом он очень прозрачный и кристально чистый, что и соответствует вашим отношениям. Пожалуйста, согласно дарить, наполните сегодня эти подарки. Следующая дата у нас более серьёзная. У нас есть в здаре семья Белко, Иван и Ольга. В этом году они отметили 40-летие совместной жизни. За 4 месяца отношения к артёру становятся максимально крепкими. Они уже не представляют жизни друг без друга, что круги уже прошли огонь и воду. Союз подвергся огранке рубина и стал таким же красивым, как рубин, потому что 40-летие считается рубиновой свадьбой. Красный цвет рубина символизирует любовь, которая всё ещё греет сердца супружеской пары, несмотря на все тройности. Он дарит тепло, подобно теплым домашнего очага, согревая сердца всё ещё влюблённых друг в друга молодожёна. Пусть будет жизнь богатая у вас, и как рубин чиста и многократна, чтобы очаг пылал и не угас, чтоб места не было печали и обману. Пусть юбилей прибавится добра, а дети внуки вас с заботой греют. Желаем вам семейного тепла, сердца пусть ваши долго не стареют. Я надеюсь, что именно в другом этапе вечером за зимой на ужин можно обязательно зажечь свечи, чтобы огонь ещё больше вашу любовь подогревал. Поэтому обязательно зажгите сегодня эти свечи. Дорогие наши, можно сказать, молодожёны, ведь это всегда приятно. Сейчас следующий номер прозвучит именно для вас. Мы можем пригласить вас к танцу. Можете просто послушать. Я думаю, Аня может быть поддержит старший сын танца. Итак, вас приветствует Юрий Силантьев. Аня может быть поддержит старший сын танца. Аня может быть поддержит старший сын танца. Чудо знал, что это больше cultura битвия, Чудо знал, что evitar эти песни и танцы. Можете просто послушать. Иesto Neitherulan Хуй 확 Daysion Камераoupe идёт к лучеру морали. Это оптимирается от тет commencement. Дорогие пяти – это сила на сайте. Теперь беремぇ certified. Будь мы орать отсюда, fiction-пер oftentimes паянимание наличante. Все, шп Department of the Exodus, Силантьев sur the knots. Наши ложи застеню, я люблю тебя на слез, я с ума люблю. Берег женой твоей, поящей белой волшебной, красотой твоей, божественных вопросов. Восхищаюсь я, ты мне всегда дороже, все было с тобой, только началось, я люблю тебя на слез. Я люблю тебя на слез, каждый вздох, как в первый раз. Я люблю тебя на слез, я люблю тебя на слез. Я люблю тебя на слез, я с ума люблю. Я люблю тебя на слез, я люблю тебя на слез. Я люблю тебя на слез, я с ума люблю. Я люблю тебя на слез, я с ума люблю. Я люблю тебя на слез, я люблю тебя на слез. Я люблю тебя на слез, я люблю тебя на слез, я люблю тебя на слез. Я люблю тебя на слез, я люблю тебя на слез. Я люблю тебя на слез. И сейчас Мария Леонидовичка подарит вам песню «Мам». Сердце стремит, пусть будет слава, «Мама». Мол, у тебя у кровати звонит, «Мама». Нет человека на свете родней, «Мама». Ты для меня, как небо, как певицы, Ты для меня, как взрыв шуравля. Если пришлось бы мне снова родиться, Ты мне в момент выбираю тебя. Было мне трудно, на помощь пришла, «Мама». Сзади тихонько мне повешла, «Мама». Крепко за плечи меня обняла, «Мама». Сразу без слов ты меня поняла, «Мама». Ты для меня, как небо, как певицы, Ты для меня, как взрыв шуравля. Если пришлось бы мне снова родиться, Ты мне в момент выбираю тебя. Годы летят у тебя, день рождения, «Мама». Если любви подарить тебе буду я рада, «Мама». Дочкой достойной твоей буду я, «Мама». Годы летят у меня, «Мама». Ты ведь не будешь краснеть за меня, моя мама. Годы летят у меня, «Мама». Ты для меня, как небо, для певицы, Ты для меня, как взрыв шуравля. Если пришлось бы мне снова родиться, Ты для меня, как взрыв шуравля. Если пришлось бы мне снова родиться, Ты мне победил, Выбираю тебя. Ты мне победа, выбирай с тебя Спасибо. К чему поучиться, на чем поиграть, с кем подвести. Вы, пожалуйста, выбирайте, а мы приглашаем на сцену Марис Янсенс. Аплодисменты. Здравствуйте. Я родился в Риге в 52-м году. Семья у меня небольшая. Всего лишь трое сыновей. Жена, еще дочка в Риге и трое внука первой жены. Так что стандартная, большая семья. Все мои сыновья и жена играют на чем-то, играют, поют, сочиняют музыку. Они все сейчас со мной кругом стоят. Виртуально, конечно. Чисто из-за технических проблем связаны. Сын мой сейчас, младший, учится в Мусинске, в колледже культурном гитаре классическом. Старший и средний, они у меня сейчас работают, вместе мы делаем инструменты. Поэтому я не буду какую-то песню пить или что-то такое дымное. Я немножко покажу те инструменты, которые у меня с собой, на которых вы можете в мастер-классе попробовать. Какая-то подвинька, это извлечь какой-то звук. Причем скажу, все, что у меня с собой, это все сделано в нашей мастерской. Таёжная система. В Минстерской, в Минстерской, в Минстерской, в Минстерской, в Минстерской, в Минстерской. Сиграем на гуслях, это гвозди, криволитные, коррекциональные, народные инструменты. Для балтийских и славянских народов распространен в Балтике. И мы здесь и нашли это. От решений Торция, Костокция и Русские. Играем на гуслях. Играем на гуслях. Играем на гуслях. Играем на гуслях. Значит did you guess? Здесь надо конечно же г reass Lis honestly. Давайте. Кстати открылили в журназине и в графике. Автор Аля especie. А еще через мир Суслов Pierście. Сейчас я больше неesse. Играем на гусля, celebrations of people. Потом я спрашиваю, мы босящимся. Атамcciones интересы. И еще у меня есть такой инструмент, который тоже, можно сказать, у всех европейских народов наблюдается, это Абертона Макрита, в русском народе есть его название, называется «Калюка». Вот это уже инструмент, на котором, в принципе, надо секунд 15, чтобы научиться играть. Если на гостях что-то можно изобразить уже через 3-4 минуты, на дутке через пару месяцев, то на «Калюке» уже можно что-то изобразить буквально через 10-15 секунд. Вы просто берете инструмент, и на нем, то есть, вы выйдете, и он играет. Если у вас пальцы не особенно двигаются, вы можете их не двигать. Результат будет точно такой же. Вы можете и двигать пальцы. Ну и последний инструмент, который специально появится, и его основание будет контролировать, и он будет иметь «Калюкой» и «Калюке». тоже делается в нашей мастерской тоже на нем играю это волынка у русских и у белорусов есть такая особенность что они волынку называют волынкой или дой то есть название инструмента не связано ни с мешком, ни с дотками во всех других языках Европы то есть название инструмента состоит из дудки мелодийной трубки и мешка дуглсакс в немецкий корненусы слома нудес дудмайшес в немецкий еще у шведов тоже свое название все эти названия связывают именно мешок и дудку то есть инструмент появился в Европе где-то в XI веке ну и пошел по разным путям где-то он нашел больше в церковную музыку как в Ирландии где-то больше в народу как в Западной Европе во Франции и Испании и вот опять на нем чуть-чуть еще сыграли в Ирландии и АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Есть еще много других инструментов, чтобы увидеть их, то надо посещать нашу мастерскую, там тоже с ними можно ознакомиться и видеть процесс, как это делают. Ну, а сегодня приглашаю мастер-класс по игре на этих мастер-классах. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это заслуживает бурных аплодисментов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это интересно как взрослым, так и детям. И с праздника получился такой большой творческий проект, в котором можно поучаствовать. И сейчас вас поприветствует, я думаю, особенная интересная тема для детей. У нас цирковая семья Федоровых. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 А это опять наша гуляетка, наш клуб и вот наши стандартные, естественные танцы. Иногда побольше народу, так сейчас поменьше народу приходит. Но все уже танцы знают, Павел уже почти их не объясняет, просто мы ставим музыку и все дружно пляшем. Так что рекомендую всем завести такую традицию другого танца для себя в деревнях. Мне кажется, что потихонечку к ней прикипят люди, и это будет интересно. В качестве запуска этой традиции, пожалуйста, приглашайте наших глифтовцев, они никогда не отказываются, всегда готовы выйти. Спасибо вам большое. У нас сегодня на празднике приятная девушка, которая тоже увлекается национальными танцами. И мы не знали, что семья сегодня к нам не приедет, этот номер приготовлен был конкретно для них, чтобы позаниматься с ними еще чем-то другим. Вас приветствует Анастасия Бельчикова с индийским танцем. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Молодцы. Отлично. А сейчас просто попробуйте вот на месте прыгать. Вот вместе со мной. Смотрите. Вот так вот делайте. Раз. Два. Три. Четыре. Макс. Отлично. Ты вспомнил. Молодцы. Молодцы. Отрывай ноги от земли. Отрывай ноги от земли. Вот. Актив. Отлично. И вот сейчас. Прыгай в этом ритме. Вы должны собежать. Да? Попрыгать. И самое главное. Выбежите из-под этой скакалки. Елисей, покажи, как это делается. Все очень просто. Елисей, давай. И все. Вот так вот он легко прыгает и выпрыгивает. Просто он прыгает. А если хочет, чтобы он выпрыгает, он просто прыгает и выбегает. Ну что. У вас экспресс-курсы. У вас все получится. Кто первый? Во. Самый смелый. Он вообще не развивался. Он уже готов. Давайте поддержим артистов. Прыгай. 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 Вооооо. Воооо. Молодец! Аплодисментар Митьyttая. Подожди пока. Готова? И смотрит на скакалку. Держим за ней. Она пошла наверх. Мы за ней бежим. И прыгаем на месте. Ваоо. Ура. 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 Отлично, так. Макс? Макс, слушай, ну тебе уже надо что-то делать, скакалки, ну погрутись хоть на месте. Макс. Так, молодец, кто у нас следующий? Кто следующий? Ты готов? Готов? Поехали. Прыгай. Так. Кром сегодня не покушал, сегодня я решил. Ты куда выбежал? Ты иди сюда, вернись. У тебя уже получается все. Опа, на, девочки у нас покидают. Я все вижу. Ну ладно, иди сюда. Вставай. Ну-ка, покажи свою улыбку всем. Улыбку всем покажи свою. Да улыбку покажи всем. Молодец. Повернись туда. Улыбаешься, это хорошо. Это полдела. Ты готов? Теперь еще прыгай и улыбайся. Это сложнее. Я не знаю, что-то у нас. Клон, Тоха, ты что-то сегодня вообще не поел. Попробуй. Кашу, а ты чего не делаешь? О, отлично. Кушайте. Молодец. Только смотри, ты. Так, не виси. Подожди, да что ты все это. Смотрите, у одного синий хватает, у другого придет. Так, кто у нас следующий? Кто еще? Идите двое. Давайте смелее. Нет, давайте по одному. Готовы? Итак, Коля. Коля, давай. Коля, ты готов? Коля, смотри на мою руку. Коля, смотри на мою руку. Она идет вниз, ты прыгаешь. Вот моя рука. Концентрировался. И... Коля. Молодец. Чуть быстрее еще раз. Ты должен что сказать? Что ты должен сам себе сказать? Я скажу. Ты должен сказать, у меня все получится. Скажи. Скажи эти слова. У меня все получится. Отлично. Давайте сейчас попробуем. Так, Коля, ты готов? Поехали. И... Отлично. Коля, Коля, не спи. Ты прыгай, прыгай без остановки. Да, я не могу. Еще раз. Коля, верь в себя. Готов? И... Не опаздывай. Раньше, 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 раньше прыгай. Нише, нише, Коля. Надо прыгать. Вот встань на месте. Прыгай, прыгай. Давай, прыгай. Да не надо ее искать. Просто прыгай. Давай, давай. Прыгай. Прыгай выше. Не останавливайся. Молодец, Коля. Не переживай так. Не переживай. Ну, что ты так напряжешься? Сейчас пол проваливается, Коля. Ну, полы потом переделай. Ну, помясь. Ну, отлично. Посмотрите. Давайте похлопаем, Коля. Ну, еще и всего и остался справа в области. Так, то на следующий. А, вот он. А, ты уже прыгал. Вот. Слушай, ну ты-то уже вообще, ты должен прыгать очень легко. Ну, смотри. Ты готов? Должен прыгать, как воздушный шарик. Вот тебе подсказывают. Готов? Итак, смотришь на руку. У тебя все получится. Гипноз. У тебя все получится. Отлично. Отлично. Четыре раза с первого раза. Так, а сейчас Елисей покажет. А, ты еще не прыгал тоже. Прыгал? Не прыгал. Как тебя зовут? Ермак. Итак, вот. Сейчас впервые на сцене выступает сибирский покоритель Ермак. Под ваши аплодисменты. Ермак. Молодец. Хорошо плывешь. Хорошо плывешь. Пять раз уже, смотрите. Предыдущий был четыре раза. Хорошо. И сейчас Елисей покажет, как он умеет. Только Елисей покажи нам, как ты умеешь крутить палку. Давай. А ребята не уходят, потому что сейчас у нас еще кое-что будет. Так, хорошо. А сейчас прошу всех опять, ребята, подходите сюда, потому что сейчас мы с вами будем учиться жанглировать. Это жанглирование. Это безопасный жанр. Сейчас мы вам покажем все. Спасибо, молодцы. Чуть-чуть похоже. Хорошо? Чуть-чуть похоже. Вот тут у нас руки на ходулях учиться ходить, да? Кто еще хочет на ходулях учиться ходить? Есть такие? Ты? А что ты хочешь, скажи, чему хочешь научиться? Ничего пока. Ну ладно, посмотри, присмотрись. Так, все готовы? Встаем сюда. Встаем. Разворачиваемся с тем, зрителям. Сейчас, потому что я каждому из вас дал по шарику. Посмотрите, какие у нас шарики. Видели? Вон они такие мягкие. Там знаете, что внутри? А-а-а. Там не мука. Там наш зорничный запас. Это рис. Вот. Сейчас каждый ловит шарик, я буду выкидать, а он нужно поймать. Ты готов? Не спать. Ты готов? Не очень. Ты готов? Молодец. Ты готов? Ты готов? Молодец. Так, готовы? Итак, друзья. Сейчас задача очень простая. Сейчас вы по моей команде начинаете кидать эти шарики. Выкидать никуда. Туда не надо. Вы просто кидаете их вверх. Задача жанглера не только подкросить, но еще и поймать. Вы знаете, да? Поняли? И сейчас, ребята, вы должны подбрасывать шарик чуть ниже своей головы, с руки на руку. Ну и главная задача не уронить. Кто первый уронит, тот садится на место. И так до первого победителя. А я буду вам постепенно усложнять задачу, да? Если у вас будет хорошо получаться. Ты готовы? Так. Зрители, поддержите артистов. Это посмотрите. Это же первый раз, наверное, такие шарики в руках держатся, да? Ты тоже участвуешь. Готовы? На старт. Внимание. Начали. Кидаем. Не роняем. Не роняем. Так. Стоп. Стоп, стоп, стоп. У нас тут два. Сразу уронило. Ну что, переигровку сделаем? Вы соберетесь? Соберись. Сконцентрируйся. Покажи, как ты концентрируешься. Что-то. О, хорошо. Ну-ка. Готовы? Да. Итак. На старт. Внимание. Не роняем. Кидаем. Так. Первый у нас садится на место. Уже садись сюда, сюда. Рядышко. Кидаем выше головы. Так, смотрю. Ну, здесь профессионалы уже, просто, можно сказать. Так. Это вы друг другу помешали. Не считается. Так. Уронил? Садись на место. Атон, держи. Так. Кто-то, по-моему, там тоже уже уронил у нас, да? Так. Хорошо. Ну, слушай, молодцы. У меня хорошо получается. Снова. Ухнуть вот по толу. Ну что, усложним задачу? Следующая задача. Кидать. А, ну, у всех получится, да. Тогда мы сделаем так. Будем кидать шарик движением вниз, посмотрите. Ловите, кидайте. Посмотрите, видите? Ловим движением вниз. Трюк называется цар-царап. Вот так вот. Оп. Готовы? Готовы? Так. Ну что, готовы? Оставьте внимание. Кидай. Так. Соедините с киданием так. Вот у нас уже двое садится на место. У нас осталось четверо. А, вот пятый. Пятый у нас. Уже четверо. Давай сюда. А то надеюсь, держи шарики. Так, кто у нас? Я не понял. Все уже нароняли? Кто? Остался один Макс? Нет, но я. А, Макс и Елисей, да? Ну хорошо. Хорошо. Теперь Максу с Елисеем мы усложняем еще более задачи. Мы должны кидать шарик по дому. Вот так вот. Высоколовый. Ловись. Да, давай, поехали. Поехали. Понял? Значит, у нас в этом конкурсе кто победил? Елисей? Да? Ну, аплодисменты тогда всем нашим участникам. Но давайте мы сейчас следующий конкурс с вами проведем. Это на ходуях. Вы сейчас должны на ходуях пройти. Вот смотрите. Вот отсюда. Вот отсюда. Вот кто-то отсюда найдет сам на ходуях без помощи, тот получит. Что получит? Аплодисменты зрители, конечно же, получат. Вы готовы? Так, Елисей, давай. Где у нас первая пара участников? Вот первая пара участников. Готовы? Подожди. Встаньте подальше друг от друга. Как ходулина куда-нибудь там улетит, да? Вы знаете, как вообще на ходули ходить? Давайте я вам сейчас покажу. Смотрите. Страшно? Давайте это страховка. Вот. Ничего себе, она еще по ступенькам ходит. Давайте похлопаем. Вот это чудо. Ну-ка, следующий участник. Давай. Пошел, давай с моей страховкой. Пошел, давай с моей страховкой. Спасибо. Айма. Пошел, давай с говальцем. Давай, шел, давай. Давай. Давай, шел, давай. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Диплом за проведение мастер-класса нашей семьи национальной традиции вручается семье Мариза Янсенса, Евгения Петропавловна. Янсенса. Вы знаете, у него там еще столько желающих играть, что он просто выйти не может. Давайте на его прикладки подождем, а пока в следующих участницах нашего занятия мы получим подарок. Диплом вручается семье Федоровне, деревья Петропавловна. Красиво. Спасибо огромное. Семья Петропавловна, прошу вас на сцену. Иду с дождем. Диплом вручается семье Шерстопитов, деревья Гуляйска. Спасибо огромное вам. Диплом вручается семье Федоровне. Семья Петропавловна. Диплом вручается семье Федоровне. Диплом вручается семье Федоровне. Спасибо. Спасибо большое. Счастья, здоровья вашим семьям, вашим близким. Огромное спасибо, что вы были с нами. Огромное спасибо семьям. Всего вам хорошего. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok